Да, и следующий у нас спикер, это человек, специалист, который занимается ивентом, и как специалист по силам и по аналитике, то есть человек, который умеет совмещать в себе тысячу лиц и тысячу способностей, это Карина Бэйс, давайте ей поаплодируем. Ну, второй час выступления, все устали, поэтому я постараюсь быть максимально краткой и максимально конкретной. У меня одни рекомендации, почти никакой воды. Ну, я на пасеке выступаю в двух ролях, и как заказчик, и как исполнитель. А как заказчик, собственно, я есть вот самый заказчик от Союза Волонтерской Организации Движения, о которой говорит сейчас Алексей, который сделал все эти три этапа ТЗ. А я еще являюсь исполнительным фрилансером на IT-волонтере и на пасеке, занимаюсь настройкой веб-аналитики с нуля, то есть настройкой счетчиков, цели отчетов, даже бордов, делаю анализ эффективности сайта и даю рекомендации по его, по стратегии его развития. Поэтому мои все дальнейшие рекомендации, они как бы вот и как и заказчика, и как и исполнитель. Что ждет исполнитель от заказчика? Вот как лично я выбираю задания и заказчика, я еще выбираю заказчика на IT-волонтере и на пасеке. Ну, во-первых, я оцениваю, понимает ли заказчик, что он хочет в результате выполнения задания. Это первое. И второе... Это за специальность. Сейчас я расскажу дальше. И второе, я оцениваю, ну, я смотрю, умеет ли заказчик сформулировать свои задания. И, собственно, вот таких заданий, к сожалению, мало. Но если такое задание есть, то тогда в ответ я уже могу не завалить заказчика лишней информацией и освобождаю его от погружения в сложный интерфейс аналитики. Для этого я разрабатываю косты виджеты, дашборды, которые настраиваю под конкретные потребности конкретных сотрудников ВНКО. Их, может быть, в ВНКО много, у всех разная операционная деятельность. Для каждого можно сделать свой простенький дашборд. Вот сейчас примеры заданий. Вот сейчас вы на этом слайде пример задания, которые я возьму, собственно, взяла уже и сделала. Я вычитаю. Наш проект «Эддифуд» помогает животным через диджитал-активисты. Заводим на сайте профили питомцев, загружаем отчет, позволяем смотреть онлайн-трансляцию 24 на 7 и облачивать необходимые нужды для питомцев. Дальше бальзам на душу. Для эффективности проекта критично отслеживать все метрики и воронку. Метрика и аналитика есть, и частично настроены, но можно понять, какие цели вишни, какие нерабочие, и оптимизировать их. Значит, в задании есть цель сайта. Зачем заказчику аналитика? И что конкретно? Что он конкретно ждет от выполнения задачи? И все сформулировано не канцелярским, дружественным языком и очень коротко. Супер! А вот такое задание я возьму вряд ли. Друзья, я говорю сейчас о себе. Это только мое личное мнение. За благодарственное письмо необходимо раз в месяц анализировать сайт. Просматривать трафик посещаемости страниц. Анализировать канал трафика. Анализировать действия пользователей на сайте. Давать рекомендации на последующий месяц. Это задача не разовая, а это постоянная операционная деятельность. Задачи найти в волонтере должны быть измеряемые. То есть иметь начало и конец. И мой совет задачу. Вот на эту задачу ищите оплачиваемый сотрудников штат или на аутсорс. Потому что за благодарственное письмо в течение длительного периода, это критично, в течение длительного периода, не будут вести системную и не очень интересную работу. Может быть вы найдете волонтера, который месяц или два чем-то вам искренне поможет. Потом он не будет свободным временем, он уйдет. Придется искать много человека, снова ему все объяснять и снова здорово. Еще задание, которое я лично вряд ли возьму. За благодарственное письмо. Своими силами установила на сайт организации метрику. Большая просьба. Проверить, все ли сделано правильно, правильно ли установлено код на странице с сайтами и так далее. Во-первых, это опять задача неизмеряемая. Это нормальная задача для оплачиваемой работы. Но при безвозмездной помощи с ограниченным ресурсом свободного времени, вот критично важно понимать объем работы. И мой совет этому заказчику, что следующее, значит, для настройки счетчика, вернее, исправлять чужие ошибки, это всегда сложнее, чем настраивать с белого листа, но это не главное, а главное то, что при неправильной настройке копится неправильная статистика, а на основе которой НКО принимает неправильные управленческие решения и вставляет неправильные цифры в свои отчеты. При заказе на разработку нового сайта, ну тут мы опять берем очередную осану ТЗ, ТЗ наше все. Сэкономив время и силу на разработку ТЗ, вы в 10 раз потратите больше этих сил и времени на исправление ошибок от недопонимания и на препирательство с разработчиком. Это первое. Второе. Выделите сотрудника, который будет единой точкой входа для разработчика. Не грузите разработчика внутреннее разногласие. Выходите к нему с согласованным решением через выделенного человека. Третье. Откажитесь от почты и мессенджеров в пользу систем документа оборот. Их много сейчас на рынке. Трелуа, Сану, Битрикс и так далее. В них данные по проекту собраны в одном месте и видны всем участникам проекта. Это раз. И у них простой интерфейс дружественный. И базовый функционал у них почти у всех бесплатен. Простота общения по почте мнимая. Потому что через пару недель вы закопаетесь в письмах и не соберете данные воедино. Это особенно критично в спорных вопросах. И вас просто ждет неизбежное разочарование, если вы не подготовитесь к сопровождению разработки. Вот по этим трем пунктам. Ну, теперь я перехожу на вторую сторону, на противоположную. И расскажу, что же ждет заказчик от исполнителя. Ну, само собой разумеется, качественная работа в заданной сроке. Это даже объяснять не надо. Но я еще считаю, что исполнитель должен быть внятным и понятным. Потому что в НКО, как правило, работают гуманитарии. А исполнители, это, как правило, IT-волонтеры, они, как правило, технари. И очень важно, чтобы вот этот технар был готов к маминым языку, спокойно, внятно, понятно, разъяснять все детали, подробности и отвечать на вопросы. Я стараюсь только делать. Еще. Частая работа с НКО для начинающих айтишников – это старт карьеры, это возможность попрактиковаться и накопить опыт. Для меня это было так же. Поэтому при обращении за бесплатной помощью оцените, можете ли вы сопровождать начинающего специалиста, отслеживать его ошибки и ждать их исправления. Если да, если можете, то как можно оценить вот этого начинающего специалиста? Посмотрите, как он заполнил на той же пасеке о себе, о свой профиль. Если нет внятного резюме, то могут быть проблемы с дальнейшей коммуникацией. А если нет, не готовы, то сотрудничать с тем, у кого есть опыт и рекомендации, такие есть на пасеке. Но будьте готовы заплатить за работу. Так вот, как заказчик вот этого самого портала волонтер.ру, который всем рекомендую, потому что это портал-агрегатор волонтерских вакансий, который в топ-10 на Яндексе и гугле по тематике волонтерства. В общем, я как заказчик, я очень довольна сотрудничеством с Digital Life и с удовольствием их рекомендую как разработчиков сайта, но с большим красным но. Только в том случае я могу вам их рекомендовать, если вы подготовитесь к разработке так же, как подготовились мы. А именно, мы сделали ТЗ, у нас была единая точка входа, и мы работали в системе документооборота Битрикс. Для нас вот эта разработка, это была третья реинкорбанция волонтера.ру. До этого были две неудачные разработки, и причина этих неудач была в том числе и потому, что свод не подготовился должным образом к сопровождению этой разработки. Все, спасибо за внимание на все. Давайте у нас есть время на вопросы. А можно, Малик, выполнять? Да, давайте. Следует заметить, что если многие из вас знают, что Битрикс – это сложная система, абсолютно непонятно, невозможно работать, абсолютно обратная сторона вопроса. Ассоциация SWOT, мы интегрировали их, скажем так, в рамках нашего портала, нашего Битрикса, мы создали проект и работали на протяжении этого полгода непосредственно в рамках Битрикса. Нет ничего страшного вам, просто, видимо, не до конца объяснили, не показали, как с этим инструментом работать. На самом деле, действительно, если бы мы общались по всем задачам данного проекта через электронную почту, мы бы проект не завершили никогда, потому что нет четкой возможности отслеживать поставленные задачи, по строкам, по важности задачи, по особенностям, по багам, по исправлениям, по доработкам. То есть, действительно, велась огромная работа, внимательно, огромная работа на протяжении этих шести месяцев. Так что стоит попробовать, если нет опыта, опять же, обращайтесь, поможем, проконсультируем, настроем, объясним, начните пользоваться, возним вопросы, обращайтесь. Поможем внедрить, соответственно, начните пользоваться, и уже, естественно, я более чем уверен, да, обратитесь именно к нам на дальнейшее развитие вашего проекта. Либо то же самое продолжение, интегрироваться с того же самого битрикса. Или вам оцерен. Или вам оцерен. Есть еще вопросы? А вот вы там говорили про какие-то дашборды для сотрудников, да? Ну, это... Сейчас я не могу продемонстрировать. В Google есть очень удобный инструмент, бесплатный, у студия, который интегрированный с Google Аналитикой, ну, как все гугловские инструменты друг с другом. И там легко у нас собираются эти дашборды, то есть это виджеты данных из системы аналитики, ну, в данном случае из Google Аналитики. И я считаю, что сотрудникам, вообще не профессионалам, не связанным с лоб аналитикой, вообще не зачем лезть в эти их отчеты. Они сложные, они постоянно меняются. Это должен делать профессионал. Непрофессионалам надо давать картинки, мультики с минимальным количеством кнопок только под те задачи, которые нужны им. Это несложно. Большое спасибо. Если вопросов больше нет, то давайте поаплодируем еще раз.